Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Томаты – одна из самых распространенных культур на наших участках. Выращивают ее как в теплицах, так и в открытом грунте. Однако нередко начинающие огородники и даже опытные огородники сталкиваются с такой проблемой, как вершинная гниль томатов. О ней сегодня и поговорим. Вершинная гниль томатов – это в большей степени физиологическое заболевание. От него страдают томаты как в открытом грунте, так и в теплицах. Итак, давайте же разберем основные причины возникновения такого опасного заболевания. Первая причина – это высокая температура. Когда на улице стоит жара, высокая температура, томаты начинают активно испарять из листьев и стеблей лишнюю влагу. В итоге ощущают нехватку полива. В итоге им не хватает влаги и томаты начинают поглощать нужную влагу из плодов. Происходит деформация плодов и усыхание. Постепенно появляются отмершие участки и образуется так называемая вершинная гниль томатов. В жаркую сухую погоду нужно внимательно следить за поливом. Не допускать пересыхания грунта в теплице и также на грядках. Нужно томаты поливать. Если допустить пересыхание грунта, возможно появление вершинной гнили. Также томаты следует притенять в жаркую погоду. Использовать для этого притеночную сетку, либо белый спонбонд. Чтобы воздух в теплице, а также на нашей грядке слишком не нагревался. Чтобы томаты не страдали. Ведь высокая температура не только является причиной вершинной гнили, однако влияет и на процессы опыления. При высокой температуре томаты опыляются плохо, а значит и завязываются плоды также плохо. Урожайность снижается. Вторая причина, пожалуй самая частая, это несбалансированное питание. При излишних подкормках азотными удобрениями, при нехватке кальция часто возникает вершинная гниль. Также следует обратить и на кислотность почвы. На кислых почвах вершинная гниль также будет появляться на томатах. Из-за невозможности усвоения растениями питательных веществ. Чаще всего заболеванию подвергаются плоды третьей или второй кисти. На них вначале можно заметить небольшие вдавленные пятна темно-зеленого цвета. Затем пятна становятся более темными. А в конце, когда плоды уже созревают, пятна становятся черными. Вот именно когда пятна становятся черными, на них образуются споры, которые готовы разлететься по всей теплице и заразить другие растения. Как только томаты поразились вершиной гнилью, они останавливаются в своем развитии. Кожица начинает трескаться и начинается процесс загнивания. Как правило, томаты, пораженные вершиной гнилью, созревают немного раньше, чем свои здоровые сородичи. Они преждевременно созревают и осыпаются на землю. В трещинах, которые образуются на томатах, поселяются грибы рода альтернария. Такие томаты быстро загнивают, их мякоть становится черной. Даже если вырезать черное пятно заболевшего томата, их ни в коем случае нельзя выутреблять в пищу, как в сыром виде, так и в переработанном. Их попросту нужно сорвать с куста и выбросить. Теперь начнем с лечения. В первую очередь нужно удалить все пораженные части растения. И в первую очередь это, конечно же, плоды. Второе, что нужно сделать, это обеспечить подкормки нашим растениям. В первую очередь это подкормки удобрениями с высоким содержанием кальция. Для подкормок можно использовать различные удобрения. Например, кальцевую селитру. Можно проводить полив под корень, либо производить в некорневую подкормку. Хорошо справляется с вершинной гнилью такое удобрение, как сернокислый кальций. Лучше всего производить в некорневую подкормку. На 10 литров воды понадобится 10 грамм удобрения. В данный раствор можно добавить немножко борной кислоты. Примерно 8-10 грамм для лучшего усвоения кальция. Таким раствором обработку по листу лучше производить в вечернее время, либо ранним утром. Если томаты высажены в открытом грунте, как у меня. Это, кстати, сорт монгольский карлик, видите. Здесь множество пасынков, их не нужно удалять. Они вот так вот растут в открытом грунте и дают урожай. Кстати, подкормку томатов в открытом грунте и в теплицу проводим одинаково. То есть, вне корневые подкормки и корневые. Если у вас томаты в открытом грунте и прошел дождь после обработки, то обработку следует повторить, потому что дождь смыл все наше удобрение с листьев. Оно не успело поглотиться растениями. Поэтому прошел дождь, подкормку повторяем. Есть, кстати, очень хорошая подкормка из доступных средств. В принципе, затрат практически никаких на такую подкормку не нужно. Для подкормки кальцием, это будет корневая подкормка, полив под корень, нам понадобится стакан древесной золы, стакан 9% уксуса на 10 литров воды. Вначале засыпаем стакан золы в пустое ведро, гасим его 9% уксусом. Идет процесс. А затем заливаем 10 литрами воды. Получится готовый раствор для подкормки. Уксус, опять же, нужен, я уже не единожды говорил это в своих роликах, для того, чтобы растениями хорошо усваивался кальций. Уксус является слабой кислотой и не закисляет почву. Не нужно бояться использовать его для полива растений. Чтобы избавиться от вершинной гнили, одной обработки, конечно же, недостаточно. Нужно делать как внекорневые обработки, так и полив под корень. До тех пор, пока вершинная гниль полностью не исчезнет от ваших растений. То есть, они станут здоровыми, не появятся новых плодов, больных вершинной гнилью. Примерно количество таких подкормок может быть разным. Кому-то может помочь 2-3 подкормки, а кому-то понадобится и 5 таких подкормок. В принципе, вершинную гниль легче не допустить, чем потом лечить. Поэтому обязательно следите за кислотностью почвы. Вносите удобрения с высоким содержанием кальция. Например, ту же доломитовую муку, которая одновременно и раскисляет почву, и обогащает его кальцием. Подкармливайте растения зольным настоем. Различными зольными растворами, вот с таким вот с уксусом, например. И тогда они не будут болеть вершинной гнилью. Будут давать здоровый урожай. Если не бороться с этим заболеванием, то, конечно же, урожая вы не увидите. Поэтому применяйте все те удобрения, которые я вам рекомендую. Используйте методы подкормки. И тогда наверняка у вас получится вырастить хорошие, сладкие и вкусные помидоры. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова